Всем привет! Вы на канале вязание. Меня зовут Кристина. И в этом видео я хочу вам показать готовые работы за две недели февраля. Первая связанная игрушкой была вот такая вот овечка. Овечка связана по мастер-классу Марии Костюченко. Вот такая смешная. Ушки, мордочка, ручки, ножки связаны из джинса, а тело из Гималайя Dolphin Baby. Когда я начала снимать игрушки на камеру, я поняла, что многие цвета передаются неправильно. Возможно, это потому, что я снимаю при искусственном освещении, используя кольцевую лампу. И еще столкнулась с такой проблемой, что игрушки кажутся слишком дырявыми. При естественном освещении вот таких дырочек нет, их не видно. А когда вот на камеру, то кажется, что игрушка какая-то дырявая. Хотя она связана достаточно плотно. Вот как-то тень падает и видно какие-то дырочки. Прежде чем показать следующую работу, я вам хочу показать, как я вяжу игрушки из белой пряжи. Или есть какие-то детали, которые могут испачкаться во время вязания. Вот. Я приспособилась обматывать пищевой пленкой. То есть, я связала игрушку и обмотала носик, чтобы он не пачкался, пока я буду вязать гриву. Наверное, все уже связали такого единорога. Мастер-класс в бесплатном доступе. Так, сейчас я это уберу. Вот такой единорожка. Связан он из ниточек джинс. Цвета передается, конечно, неверно. Вот этот цвет на ножках, он не такой яркий, он более пастельный. Это цвет 76. Ну, почему-то на камеру он очень яркий. Грива связана из Alize Bella. Батик. Вот такая шикарная грива. Хвостик. На гриву связано 47 вот таких локонов. Это цепочка из 65 воздушных петель и в каждую связано по два столбика. На хвостик связано 50 петелек. Вот такая вот, шикарная. Сейчас снимаю, поняла, что я забыла вышить бровки и реснички. Надо будет доделать. Еще было связано 3 маленьких игрушечки. Это мини-зайки с плюшки по мастер-классу на ютубе. Ссылочку я оставлю в описании. Это вот такие милашки. Они буквально помещаются на ладошку. Я связала вот такого оранжевого. Вот такого. И третий. Вот такой яркий. Ушки я ему пришила на бочок. Мне показалось, так будет прикольно. Ушки сначала я хотела сделать на безопасном креплении, но мне показалось, такие спящие зайки тоже прикольно. Вот такие прикольные. У меня даже появилась идея связать, не знаю, конечно, сколько штук, но хочу такую большую кучу зайек разных цветов. Еще я вам хочу показать различия игрушек, которые связаны цельновязно. То есть это когда тело связано вместе с головой вместе и когда голова пришивается отдельно. Вот смотрите. Вот этот зайка оранжевый, он связан раздельно. Я ему голову пришивала отдельно. У него более круглые щечки. Такие вот. А этот у меня связан цельно. То есть я начала вязать с ножек, вязала ему ручки и продолжила вязать голову. Здесь вот на макушке закрыла, после привязала ушки, пришила ушки. Вот здесь как бы щечки такие впалые, они не такие круглые, если сравнивать вот с этим зайкой. Я думаю вам видно разницу. Вот такой зайчик, которого голова пришивается отдельно, мне более симпатичен, нежели вот такой. Его хоть и не нужно пришивать, но выглядит он немножко, не хватает ему щечек. Еще я вам хочу показать работу, связанную спицами. Это вот такое платье. В кадр оно конечно не помещается, но я вам так постараюсь показать. Вот такое платье, связанное из полухлопка. Это Казал Бэби Коттон Эксель. Это вот такая пряжа. 105 метров на 50 грамм. Цвет 3417. А в инстаграм я увидела вот такую кокетку. Наверное многие ее уже видели. Обычно на фотографии она такая округлая и красивые лепесточки. И мне захотелось связать свитер или джемпер дочки. Но когда я довязала кокетку, то дочка сказала, что это будет очень красивое платье. И мне пришлось вязать платье. Я его еще не стирала, не отпаривала. После стирки петли разровняются. Я уже не первый раз вяжу из этой пряжи. Итак, резиночка у меня связана на спицах номер 3. А полотно связано номер 4. Край немножко загибается, но мне кажется, если я его постираю и отпарю, то будет все отлично. Это платье связано возраст 8-9 лет. Мы собираемся его носить весною, как потеплеет. На резинку я набрала на спице номер 3. 96 петель. Провязала 10 рядов. После вязала листочки. Рапорт здесь у нас 8 петель. Реглана линия у меня здесь 17 сантиметров. Это нарос 130 сантиметров. Потом, когда я связала вот этот узор, я провязала еще несколько рядов. Просто лицевой гладью. Набрала на подрезы 7 петель. И у меня получилось здесь 134 петли. И продолжила вязать примерно 11 сантиметров по прямой. И после я делала прибавки. Прибавки у меня вот такие. Сейчас я вам покажу. Я их делала по центру, но как бы в хаотичном порядке. То есть как листики на веточке. Туда-сюда, туда-сюда. Через каждые 4 ряда. То есть я 4 вязала просто. Потом делала слева прибавку. Потом вязала еще 4 ряда. Делала прибавку справа. Вот. Когда у меня уже было связано 42 сантиметра длины. Я решила связать снизу ажурные сердечки. Чтобы у меня полотно сочеталось с верхом. Так как у меня верх ажурный. Там у меня листочки. А здесь у меня вот такие сердечки. И сзади. Вот. И край. Я обвязала 3 ряда платочной вязки. И закрыла эластичным способом. Это когда делается накид. И 2 петли вместе провязываются. Так. Вот такой у меня подрез. Здесь у меня убавочки. Рукав у меня связан там. Буквально 10 рядов. И закрытие такой же как снизу. Так. Вот такая у меня готовая работа. Также я вам хочу показать что у меня сейчас в работе. Я начала вот такой свитерок. Джемпер. Я немножко путаюсь в этих понятиях. И слишком много. Так. Вот. Покажу вам. Это у меня начало кокетки. Тоже такие же листочки. Все так же я вяжу. Но только теперь это будет не платье, а джемпер. Это ниточки Alize Baby Best. Это акрил. Вот такая этикеточка. Моточки 100 грамм. 240 метров. Это антипилинговый акрил. Цвет 612. 90 процентов акрила. 10 процентов бамбука. Ниточка очень мягкая, приятная. И очень красивый, яркий цвет. Вот это и все работы, связанные за две недели февраля. Спасибо всем огромное, кто подписывается на мой канал, ставит лайки. Мне очень приятны ваши комментарии. Спасибо всем за просмотр и всем пока.